Праздник Христос Воскресе! Праздник Христос Воскресе! У нас немножко осталось до здания Пасхи, поэтому, если кто не знает. Ну, сегодня праздник Кирилла Мефодия, славянской писанности. Вообще, если мы вспоминаем, то это получается дата 1151 год, с того дня, когда Кирилла Мефодия, по указу императора Михаила Третьего, пошли проповедовать страннославянские, проповедовать и доносить до Слово Божие. Как уже было сказано, действительно, как проповедовать, когда нету ни языка, нету ни азбуки, ни книг нету, и как донести Слово Божие до этого. И святые Кирилл Мефодия, Кирилл Мефодия, то есть Кирилл это больше монашеское, он как монах, а тогда Константин был послан в Моравию. И перед тем, как пойти в Моравию проповедовать, они наложили на себя 40-дневный пост. В результате этого 40-дневного поста появилась славянская азбука. Если мы посмотрим, вообще, понятие, что такое славянская писанность, как она появилась, или смотреть вообще другие писанности. Если мы посмотрим греческий азбуку, то это больше, это 30 знаков, которые появились в течение тысячелетий. Если латынь, то тоже 27 знаков, тоже в течение определенной, как говорится, как мы говорим, эволюции появилась латинская письменность. А вот церковно-славянская, как называемая сейчас церковно-славянская, или славянская азбука, появилось 38 знаков в течение 40 дней. После 40 дней появилась славянская письменность. А кроме как божьим промыслом, это, наверное, нельзя назвать, славянская письменность произвлекла в результате именно прежде всего молитвы. Молитвы таких святых, как Кирилл и Меходий. Сейчас в вашей жизни, мы надеясь на себя, не обращаясь к Богу, мы получаем обратный результат. То же чудо, которое явилось, и которым мы этим чудом сейчас пользуемся, этой письменностью, эта письменность довела до нас Слово Божие, привела нас именно к единству. Если мы вспомним заповеди Кириллов и Меходий, это прежде всего одна из первых заповедей, это вера, в результате чего появилась письменность. Вторая же заповедь основная, это единство, единство всех славян, которые мы нас должны объединять. Это, ведь они писали не для кого-то конкретно, для болгар, для сербов, для русских, а писалось для всех славян, которые проживали. Если мы сейчас приедем в Болгарию и начнем служить на службу, то мы друг друга поймем. Хоть в Болгарию, хоть в Сербию. То есть вот что такое циркорно-славянский язык. Это прежде всего язык, который нас всех объединяет, не только по вере, но и по Слову Божию. И, естественно, любовь именно к Богу, и любовь к ближнему самому. Без любви не может быть и дальнейшего понимания друг друга. Поэтому всех поздравляю с этим праздником, праздником словесности, русской словесности. И мы его не просто должны чтить и помнимать, и вспомнить, но и бороться за него. Так, как в свое время и боролись за это, и терпели гонения и Кирилл, и Мефодий. И прежде чем донести славянскую письменность, то же самое Мефодий пронесли заточение, и жгли его книги, и гнали его отовсюду. Но в результате все равно, как говорится, именно с любовь и вера свое дело сделано. Так же мы, я вас поздравляю к любви и к вере, и к ближнему своему другу прежде всего. И помнить нашу самописьменность. Если мы ее забудем, то мы потеряем и любовь друг к другу. Посмотрим прежде всего на Украину, как попытались запретить русский эдек от рукам славянский эдек, то получается приводит только к прежде всего раздору и войне. Мир вам да и любовь! Спасибо вас Господи!